Ахмад Ти А за чашкой чая мы рады приветствовать и нашего гостя, исполняющего обязанности начальника отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингурусполкома, майора милиции Сергея Владимировича Зараника. Сергей Владимирович, доброе утро. Осень пришла давно уже к нам, но тем не менее не всегда можно успеть как-то перестроиться. И вот дорожная ситуация каким-то образом зависит от времени года. Как ведут себя участники дорожного движения? Все мы, в принципе, к ним относимся. Ну, давайте возьмем таким образом, что у нас на сегодняшний момент осень – это опасный период времени, потому что люди за лето привыкли ездить быстро, радоваться солнцу. Что приносит осень? Приносит погодные условия. Это дождь, какие-то мелкие заморозки, туман. Плюс еще вечерний период приносит очень короткий день. Он самое больше всего влияет на дорожный травматизм. Потому что люди по привычке остались еще невнимательны. Они думают, что все видят, все хорошо. А на самом деле это очень опасная пора, особенно для детей, которые идут в школу либо со школы в вечернее, утречное время. Ну и, в принципе, велосипедистов это тоже касается. Если раньше возвращаясь домой в 8, а то и в 9 вечера можно было про фонарик не сильно вспоминать, да, то на сегодняшний день уже в районе 6 вечера надо его выключать, чтобы быть хорошо заметным. Ну да, велосипедисты, конечно, в этом плане обязаны обозначать себя. И при этом не только нарушать, они нарушают право дорожное движение таким образом, что они не вешают эти обознавательные знаки, хотя мы в этом направлении обязательно работаем. Но еще они пытаются ездить без рук, которым могут упасть. И кому-то навредить еще и пешеходам, которые рядом проходящие по тротуару. Получается, что у нас уже первый заморозки, а летняя резина, это уже плохо при температуре плюс 5, мне кажется, да? Знаете, летняя резина уже, я считаю, как бы есть время, уже нужно даже, и прошу, перебывать наши транспортные средства на зимнюю резину. Потому что, как вы сами заметили, утром у нас уже стекла замерзли, мы уже начали чистить. То же самое и на проезжей части. Есть различные гололедицы, которые может быть, даже летняя резина не у каждого может быть уже очень хорошая, чтобы она держала эту дорогу. То есть вы рекомендуете пока только? Да, настоятельно. Но это нужно сделать до 1 декабря. После 1 декабря уже не в качестве рекомендаций, а уже с какими-то санкциями, так понимаю, да? Конечно, данные водители категории будут нарушать правила дорожного движения. Если они не заботятся о своей личной безопасности, они должны подумать, что еще кроме их есть другие граждане. И те же самые пешеходы. И самое важное, что меня больше всех волнует, в этих пешеходах это дети. Потому что это наше продолжение. Я рекомендую очень сильно переобуть раньше своих железных коней. Чтобы не было ажиотажа потом в последний момент. Это, конечно, каждый год. Я сам водитель, мы все видим, что приезжаете на машиномонтаж, а там приходится потратить 2-3 часа. Хотя это можно сделать сейчас, когда нету наплыва граждан. Давайте хотя бы в двух словах порадуем, либо, ну не знаю, не хочется никого расстраивать, но что касается статистики, вот она, в какую сторону мы движемся в плане каких-то дорожно-транспортных происшествий? Ну, знаете, по аналогии прошлого года, за 9 месяцев мы уменьшили пострадавших в городе Минске, в республике. И мы гордимся нашей работой, что вот мы пытаемся, вернее не пытаемся, мы цифрами доказываем, что мы в этом направлении активно работаем. И будем вести работу для того, чтобы не расслаблялись все граждане и понимали, что это наша функциональная обязанность оказывать помощь и контролировать и предусматривать возможность, чтобы не произошло ДТП. А вот эти, извини, пожалуйста, Юра, вот эти вот акции, которые периодически проводят ГАИ, да, вот даже сейчас идут пешеход, да, стань заметнее, они каким-то образом оказывают влияние на статистику? Ну, я считаю, что да, люди, услышав про произведение акций, будут более внимательны, что вот ГАИ будут бдительны смотреть. Ну, хотя, если провести параллель, мы всегда этим работаем. Просто иногда мы можем активно показать, а когда-то все равно наши требования к инспекторскому составу работать в данных направлениях. Мы изучаем загруженность улиц, где приходят, где даже, как вы говорите, люди звонят, у нас какие-то проблемы там-то. Мы изучаем эти вопросы и направляем, к примеру, по возможности в различные районы дорожную службу, которая осматривает дорожные пешеходные переходы, светофоры, знаки, плюс инспектора, которые несут службу, они тоже знают, где, что, где происходит. И в этом направлении мы работаем, изыскиваем возможности. Что касается такого наболевшего вопроса, приближаются школьные каникулы. Каким-то образом водителям нужно себя обозначать будет? Потому что у нас есть перед летними каникулами требования ездить некоторое время с ближним светом фар, включен в светлое время суток, и после окончания летних школьных каникул. Как вы считаете, целесообразно ли каждые школьные каникулы отмечать себя ближним светом фар в светлое время суток? Я вообще считаю, мое личное мнение, что ближний свет никогда никому не мешал, и можно двигаться не только в эти дни акции, и всегда. Я знаю, что в Европе принято это сделать. Я думаю, что если у нас будет такая же практика, это будет только плюс, потому что все мы родители, мы все знаем, ради кого, точнее, мы живем в этой жизни. Мы уже коснулись акций «Пешеход» и «Стань заметнее». Можете в двух словах о них рассказать? Конечно. «Пешеход» мы сейчас проводим по 24 числа в городе Минске, инициатива нашей ГАИ. Мы работаем в этом направлении для того, чтобы, как понятно, снизить травматизм. Изучаем и знаем даже, где у нас пешеходные переходы, самое основное больное место. Ну, это не только, да, я думаю, что в Минске, это в любом государстве, где есть пешеходный переход и остановочные пункты. Это самое большое скопление людей в этих местах. И есть безответственные люди, которым рассказываешь, показываешь, вызываешь на семинары, на лекции различные, есть трудовые учебные заведения. Вот если он решил идти на красный, ну как вот убедить человека, даже штрафы на него, к примеру, не действуют. Он все равно считает, что я буду, как некоторые участники дорожного движения, я ходил на красный, я и буду ходить. Хоть его и штрафуют. Ну, я считаю, что это воспитание должно быть от родителей. У нас есть и детские правила дорожного движения, в которых они задают экзамены, сами проверяем их знания. И им даже это очень интересно, потому что, ну, если вы смотрели внимательно, у нас вот недавно мы проводили «Детя и материнство», у нас была выставка. Мы тоже выставляли детскую площадку полностью по знанию правил дорожного движения, где они сдавали правила дорожного движения. Каждый участник и взрослый ребенок, и за это были, конечно, детям маленькие сувениры для того, чтобы они горды потом будут рассказывать в школе, вот я такая-то, такая-то. И вот поэтому мы будем всегда стараться и обучать. И не то что стараться, мы считаем, что это главная работа, это дети. Потому что как мы их воспитаем, так и будет дальше. Вот давайте тогда еще раз на нашем главном остановимся. Возникла у нас за кадром тема, очень важная для многих из нас, это безопасность во дворе. В принципе, водители знают наши, даже если знак не видят, что двигаться по дворовой территории можно с определенной скоростью. Давайте напомним эту скорость. Каждый водитель, если запомнить, что он будет двигаться не больше 5 км в час во дворовой территории, что это 99%, что ничего не произойдет. Ребенок, я считаю, что должен быть всегда какой-то фликер на нем висеть, обозначающий, потому что мы все водители, возможно, и вы водители, знаете, что при движении задним ходом, особенно во дворовой территории, когда он загружен, очень плохо видно. Если вы плохо видите, значит, пожалуйста, попросите друзей как-нибудь, либо рядом проходящего гражданина помочь, подсказать вам. Дворовая безопасность, конечно, мы уже часто упываем на какое-то сознание, на сознательность водителей, хотя каждый почему-то считает, что с ним это не произойдет, с ним это не случится, и просто-напросто забывает и про свою безопасность, и про безопасность других участников движения. Может быть, лежачие полицейские помогут побольше их положить во дворах. Конечно, что это неприятная штука для подвески, но каким-то образом надо это регулировать. Но существуют, возможно, да, какие-то другие меры, а не только увещевания, которые могут... Конечно, извините, что перейду. Да, пожалуйста. Есть возможность, мы в этом изучаем, поэтому я говорю, что я бы... Чтобы граждане просто проявили сознательность в плане того, что позвонили, написали письма, заявления. Есть отделение ГАИ города Минска каждого района, в котором присутствует организация дорожного движения. Оно рассмотрит, точнее, все эти варианты, как бы, целесообразность установки дополнительных знаков спящих полицейских. И изучит статистику, не дай бог там что-то происходило. Это в первую очередь те места будут больше всего изучаться. И я думаю, что где такие вот моменты, всегда будет правильно рассмотрено заявление граждан. То есть гражданам не стоит стесняться обращаться просто-напросто в ГАИ, если хотите что-то изменить у себя во дворе. Машины вам там мешают, в конце концов. Или там проезжая часть у вас во дворе, и вы хотите, чтобы скорость была снижена. Обращайтесь в ГАИ, а в ГАИ вы все разъяснят. Спасибо вам огромное, Сергей Владимирович. Все очень подробно объяснили, вернули нас на твердую землю. Опять-таки прописные истины, которые знаем мы все, но которых почему-то частенько забываем. И нужно нам самим об этом себе напоминать. Я напомню, что нашим гостем сегодня был исполняющий обязанности начальника отдела агитации и пропаганды, ГАИ ГУВД Мингуросполкома, майор милиции Сергей Зараник. Мы прощаемся с вами. В нашей студии время небольшого перерыва. Прямо сейчас новости 24 часа. Редактор субтитров А.Семкин